Найтстолкер Очередь Team Liquid выбирать героя. Осталось десять секунд. Осталось пять секунд. Дополнительное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Осталось Vissage. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Осталось пять секунд. Осталось пять секунд. И я, когда услышал, что наш глава аналитического отдела Ярослав Кузнецов похвалил пик Liquid, я чуть Big Mac не выронил. Я говорю, Ярослав, по-моему, не особо следит за происходящим в доте последнее время. Например, за вчерашней последней каткой Team Liquid против London Conspiracy. Ну, например, да. Когда Матум Бумен 60 минут блинковался. Бермудский треугольник антимага. Да, да, да. Тот самый, тот самый. Это сатир, кентавр, тролль. Вот так. А потом пришел герокоптер и снес его. Блин, London Conspiracy. Я... Напоминаем еще раз. Baby Knight. Что, можешь на нем закончить? Это был инвокер с сектарином. С сектарином. Без дизейблов против антимага. Они победили. Они победили. Да, это еще одно напоминание. Ну, собственно, ладно. Возвращаемся к игре. Команда Liquid. Mind Control будет играть у нас на Жукс Ассасине. Фата. Соло мид Визидж. Рила пересмотрел стримов, что ли? Походу, да. Кура на Виспе. Матум Бумен. Антимейдж. И Джаракс. Earth Spirit. Команда Elements. Элидан будет играть на спектре. Генерал. Зевс. Меланхолия. Шейкер. King R Ancient Operation. И Скрин. На Найт Сталкере. Поехали. Видим, тут два варда одинаковых стоят на нижней рунке. Кто, кстати, раньше поставил... Раньше зеленые поставили. Возможно, заметили. Поставленный красный варк. Может быть, даже его разобьют. Ну, не знаю. Соло мид Визидж. Мне интересно посмотреть. Лил в папчике говорил, тащит 90% каток этим соло мид Визиджем. Не папчик. Это, во-первых, не папчик. Почти не кстати сгодное замечание. Потому что папчик от не папчика порой отличает пару параметров. Например, хотя бы наличие голосового чата. Не всегда, но иногда в не папчиках есть голосовый чат. Если сильно хотят выигрывать. Фата пошел слоун. Начинают разминать генерала. Какому больно, кстати. Слушай, натыкали. Висп Визидж. Интересная связочка. Но Висп ПМ это еще интересней. ПМ на блинке. Висп. Тоже на блинке. На чем? Как он будет его отгонять? Не, вообще, очень любопытный пик от Ликвидов. Честно, мне не совсем понятно, как он должен работать по отдельности. Конкретно на каждой из линий герой выглядит вроде более-менее ок. Но как они должны друг с другом взаимодействовать, я, честно, совсем не понимаю. Что у Элеменс понятно. Прыгнул ЕС. Туда что-то ульт аппарата. Там мульт Зевса. Спектра ультануло. Все это летает, прыгает, бегает. Вас бьет. Вы умираете. Потому что у вас тонкий Висп. У вас тонкий земель. Потому что он, ну, спорт. И не имеет большого количества артефактов. В идеале. Если он, конечно, как-то там откормится, то окей. Обычно у него нет такого количества артефактов. Там Шейкер разваливает. Там Шейкер разваливает. Тимага. Просто не ощущает. Тимаг начинает это. Где мои суппорты? Ко-ко-ко. Хотя что, позвал отводы делать? Да-да-да-да-да-да-да. Все верно. Скатились. На Шейкер. На Шейкер холле. Стиков у него нет. Маны у него не хватит, чтобы как-то пободаться. Да. Деться здесь некуда. Ты пауту тоже сделать не можешь. Максимум, ты можешь погрызть деревья и попытаться замансить хоть куда-то. Пытается замансить, но... В итоге Виспа еще себе сюда стянул. Остается Визардж вслинуло против Зевса. Третий уровень, кстати, уже у Зевса есть. Собственно, точно так же, как и у Визарджа. 10-1 у Визарджа, 5-0 у Зевса. Вот Зевс немножко... А, нормально, тут чёс? Крипчиков-то подзабрал уже десяточка. Норм. Все, забирай свои слова назад. Все криптаты, возможно, и проблемные. Потому что Визардж старается не подпускать Зевса поближе. Ну, учитывая то, что у него есть Висп, он может себе это позволить. Просто интересная битва на топе. Night Stalker против Никса. А вот это PvP на клешнях. Да, на клешнях, да. До последнего. Я уже прорассказывал когда-то про Козырум-32, где мы играли с Вигасом и ПГГ, кажется, когда приехали на ОСПЛ. Последний, вроде бы, ОСПЛ, который там был. Мы зашли, и у нас просто в игре был Кунка против Акса, которые на первом левеле пошли и месились до смерти. Просто на линии встали, райт-квиком друг на друга. Нормальные мужики не отступают. Да, а потом первый появился, кто сдох, пришел и замесил второго, потому что второй просто остался на линии бить крипов. И он точно не убежал, он точно так же на мужика дрался, когда с ним решили подраться. Ну, потом он первый раз пропёрл, и второй раз. Да, ну, действительно. Короче, это было что-то с чем-то. Нормально так поплёвывает Фата, хотя не слишком больно генерала. И там ещё и Ботл сейчас побежит. Я бы сказал, и Зевс не особо сильно разминает. А Зевсу Крипчиков надо разминать. Ему не надо визажа разминать пока. Визаж уже пятого. Визаж сейчас может начать разминать. Ну, Визаж Крипчиков бьет, конечно, поприятнее. Посмотри, у него там двадцатка, у Зевса двенадцать. Ещё раз. Тут Фата, смотри, под виспом. Пюх, пюх, пюх. И плюнул ещё. Немного. Немного, да. Зевс выживает ещё. Но придется тратить заряды Ботлона на то, чтобы восстановить здоровьички. Ну, вообще, если сейчас отжать рунку какую-нибудь, то... Ну, вернее, не какую-то, а лучше две рунки отжать команде Элементс и не дать руну виспу, чтобы заставить его куда-то походить на базу, там ещё чем-то и позаниматься непонятно. Ботл пообузить. Может, что-то из этого и получится. Жука, кстати, не подпускает. Смотри, он первого уровня до сих пор. Чё-то только на это обратил внимание. Жука это очень плохо. Потому что Жук должен максимально быстро получать шестой и наводить экшен на карте. Ну, вообще, да, не помешало бы. Так-то от него проку не слишком много. Витя, живи. Витя, живи. Витя живёт. Хотя, кто знает. Это первый чих, а... Всё, завтра Витя там... Курьерный гриб и... Курьерный? Ну да. Так. И чём у нас у Матумба Мэн занят? 26 на 11 у Матумба Мэна. Обгоняет его немножечко спектра по крипам. Ну, любопытное противостояние всё-таки. Спектра против антимага. Как будут использовать конкретно этих героев. Не, это всегда любопытно. Потому что иногда у кого-то мелькает мысль, а вдруг можно повоевать. И они воюют и сразу выяснят, кто из них сильнее, кто слабее. Особенно если команда такая, как Элемент, в которых очень серьёзно занимается. Не, если спектра играет через какие-то вангварды, барабаны, диффуза, то она... Или Блэйд Мэйл, как тоже было модно в своё время. Воительные. Сашка у нас любил собирать Блэйд Мэйл в таких героях. Особенно, когда у него не задавался фарм при этом хвосту. Он прекрасно понимал то, что если я не могу нанести дэмэдж... Плохо уже где-то в подворотне валяется, отмечает. Ну, кстати, да. Я думаю, что Сашка уже... Пока ещё, правда, не квалу на мажор, но хотя бы проход в плей-офф уже неплохо. Уже неплохо. Я думаю, это был более чем матч престижа, на самом деле. Да, это принципиальная встреча. Самое, что не есть, принципиальная встреча. Так, Зевсуля, кстати, сейчас получит уже уровень 6, свой заветный. А жук у нас умер. Да, жук у нас всё-таки умер. Ну, трудно не верить, это первый уровень. Там уже пацаны поапались. Там Ancient Operation 3-го, Night Stalker 3-го. Сама Спектра уже 5-го. То есть, он получил вот второй даггер и пару тычек буквально. Ему больше ничего и не надо. Ну, там, войд какой-то ещё отхватил. Типа люди вкачаный монобёрн, но даже уйти не может нормально. Ну, между прочим, да. Вот этот вкачанный монобёрн, это уже интересно. То есть, с подкопом ты хоть как-то можешь убежать. С карапасами там маломальски можно отковыряться. Хотя бы урон какой-то за его идить. И без того, и без того очень тяжело как-то стоять на линии. Ну, пока что да, пока что жук загноблен. Но! Антимаг фармит. Кто фармит? Фармилы фармят. В миде мидеры мидят. Шестой левел у Виззаджа уже есть. Сейчас будет ещё шестой у генерала. Опять падение от фаты. Хорошая. Ну, зря это дело, на самом деле, сейчас. Потому что получит рассказ на почти 2 хп. Зачем было убирать фамильяров? Они могли ещё помочь весь почитать. Там сталкер пришёл. А вот это уже неприятненько. И фата тут тоже, наверное, будет умирать. Сталкер может продолжить преследование. Да, Зевс есть сзади. Будет сейчас войд. Будет сейчас верхняя. И нижняя. На этом. И фистура ещё. Куда же? Земель прилетел? Куда же ты прилетел, да, дружище? Забирает, кстати, земель одного. Ой, да ладно, генерал! Это полный фейл. Да, на самом деле, этот полный фейл мог произойти намного раньше, если бы Виззадж не убрал фамильяров, а просто их отправил за Зевсом, который был еле живой. Он просто фолл, да. М-м-м-м-да-м. Неприятненько, конечно, для Зевса. Немножко подфидели. Но Виззадж в это время находился в таверне. Никс! Третий уровень. В это время выхватил себя. Тач-папёр просто. Говорит, Зевсу, может, ещё раз умрёшь, а? Подъедает фейри-файры. Ну, кстати, Спирит получает шестой уровень. Тут тоже неприятность. Для таких тонких героев, как Зевс, Аппарат и так далее, это очень плохой герой. Что он вырывается, нажимает ультимейт, и для тебя уже почти габлык. Ну, да. Там Магнетайз этот просто невероятный дамаг выдаёт. По таким героям, конечно же. Сам-то по себе там дэмэдж не совсем большой, но именно в плане мелких героев, плюс он постоянно обновляется. Какая-то затяжная драка, ты бегаешь, что-то улюлюкает там. Ужас, короче. Очень плохо драться подобных вещей. Аппарат тут что-то овнит в миде. 41 на 5. 33-0 у Зевса. А то ещё 2 фрага имеет. О, Зевс пока бодается. И что там аркан-бутсы у него сейчас будут? Или сразу попробует какой-то форстаф юл там собирать? Ну, да. А тут опа! Земелья вкатился. Можно пнуть. Есть пинок. Подлетает сюда. Виспята будут? Дружище, Виспят? Нет, к сожалению. Но Иллидану очень больно. И я думаю, что его добьют. Ну, вообще да. Магнетайз просто постоянно работает. Миллион камней. Катался как-то. Ещё и в аппаратах въехал. О, боже мой. Как же беспомощно выглядел этот топорик? Почему не стали драться, а просто убегали? Тут бежали. Ну, спектра. А как она будет драться? У неё выжгли всю ману. У неё кольцо Регина и сапог. Башню силы тьмы наверх на линии. Тут особо не надерёшься, как бы. Ты думаешь, что можно набрать дистанцию? Сейчас это закончится ультимейт. Потому что может я развернусь и подерусь. А нет. Там не слишком много. Ультимейт обновляется. Безысходность, лин, седла. Ну, вышка падает. Таким образом на топе. Команда по фрагам. Видим, что конца не так же вырываться вперёд. 3000 денег они ведут уже. Занимает нижнюю линию. В этот раз Elements. Умеют ли Elements играть против земель? Вот чём вопрос. Потому что из земель уже добрался дурный аркан. сейчас купите т.п. может сместиться на тот же bottom lane где опять примет активное участие посадили нагло у птичек земель и стоят тем более как разоряженные фамильяры сейчас станут буквально через несколько секунд это снова минус или данность только успеет угрожать а толку и опять аппарат вот этот бегает такой я бы помог если мог я помог и себе не аппарат но глобальная задумка понятно то есть у вас аппарат спектра ультимейт зевска еще не хватает фуриона и действительно идеальная комбинатор там пофиг уже на самом деле кого когда есть все вышеупомянутая да как маконера нашли минус зевска передатом делает минус может даже попытаться еще как это как сделать вот погоня за землей ну оттолкнули и 2 плюшки же а улетел через 2 уровня но на самом деле что стоит отметить земель и сейчас делает нереальный спейс для м м сейчас должен купаться в шоколаде ну и в деньгах не важней шоколадных деньгах шоколадных деньгах появляется персеркнуть есть пт ему остается доформить ты щенку при том что вышка почти упала и сейчас бывает вышку у него на 12 минуте будет б.ф. если он 12 минуте будет б.ф. он сместится в лес то на 20 минуте все очень плохо должен укрепиться потому что у спектры пока ничего нет мактаре очень сильно хочет забрать вышку смог ее забрать нижней линии разрушена кода спектра пока голая и перспективе ничего хорошего конечно не светит elements если ситуация не изменится на карте если все так же будут продолжать доминировать liquid продолжать где-то пиков и отправлять в лес пока убежал вангвард является но другой стороны дачу тут еще можно захотеть собрать рейдинс ты не до фармишь вообще никого и то есть я буду постоянно ходить убивать отдела увезет же не уже роду фотос готов и 1000 сверху не вижу опасный очень больно наплевают аппарат без 6 аппарата на линию пожалуйста куда угодно просто получай опыт без тебя вообще команда драться сейчас не может никак там виск все выхиливает то за бред и он опять ушел ты делаешь он спектр немножко подстилю и все нормально лесных хребчиков на получал на ботами он на ботом скорее всего идет ну вот это походу на ботом вот чтобы его там где-то появится улыжничек аккуратненько аккуратненько подстиливает вряд ли ему эти два уровня просто кровь из нас нужны так у нас там шейкера пошли убивать но тут только спектры поэтому отсюда бежать надо отсюда бежать в минус виск уже убили сталкера и фата тоже хорошо воюет с элиданом тем на месте элидана тоже наверно не оставался очень много камней опять накидали и элидан продолжает гореть так больно башни сунтили ранее шуми не успеть ничего поражать хотя успел подкопать не уж что до карапаса уже две секунды что миллиарды посадили или дам получает еще один рассказ зачем ты сюда вернулся зачем ты мейн керри сюда вернулся и кажется затем же зачем аппарат вдруг оказался на базе с четвертым уровнем ты только что был внизу и там до сих пор крипы вот там до сих пор да не порвали он чувак что ты делаешь но за помощи раздавал вопрос вот начали играта помню помню у меня сейчас примерно прошло просто осталось и вот все равно будут говорить нам чего вы горите но у тебя у аппарата одна задача но хорошо 2 это получить ультимейт и каким-то чудом на фармить мидас и стараться не да там огонь им какой-то там минут через 20 25 вывести просто набрать уровень 6 это не так тяжело нет я бы все понял если бы он такой шел сюда пришел да и здесь начинается драка поэтому уже делаешь тп под т2 чтобы кинуть какой-то член тач там неважно положить вортекс для вижены и слов и ты помогаешь но ты же шел сюда и ты здесь очень примечательный примечательное выступление иншента паришина в данном матче антимаг уже давно с бф у него 1300 да ему уже все на 20 минуте будет с манта стайлом вот он просто будет манта ставил забудь про этого героя если он не будет страдать такой же фигней как вчера то есть когда он выформил себе пять слотов когда у меня ничего нет и и не стал продолжать фармить там муншарды жрать вот это то он закончит эту игру через 15 соло просто вот в одного выйдет и закончит эту игру кстати вот сейчас умрет у нас шейкер наверное попали подкопу надо да 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 умирает есть это правда залетает не надо сюда прилетать пора башню подморозен но и шестой полаги до седьмого даже о-о-о-о попробуйте забрать кстати main control нет бояться рядом антимаг клубы и аппарат сразу на базу сразу на базу регенить ману ки лица ки лица нет регенит пану можно рад миссию выполнен 15 минут ему понадобилось для большинства уровня на верхней линии атакуют так спектра пт будет совсем другого типа спектра то есть это спектра который выйдет с антимагом с первых там минут это будет минута спектра который воюет хоть с кем-то с кем попадется все оставшееся время посмотри на этого визжи 1700 и барабану не скоро гоним будет господи они его просто не убьют они могут бить и командой с ним скачаны на 4 помнишь визажа тупее а да да помню вот за тарас очки да 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 кира я понял там что-то было 3000 хп рим сан гвардис не ошибаюсь и там что-то армора понятное дело много потому что не пассивка дает большое количество брони там типы просто могли вы месить и и ничего не добавляется да 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 на него набрасывались его били первых секунд 5 они пока ему сбивали пассивку вот опять зачем тебе пристал антимагу да ну зачем но почему ты не идешь просто по стандартному пути манта стал запрыгнул в аппарат будет драться ближайшее время жалоб не будет даться убил пацана не будет он драться не будет он прыгать куда-то что-то дело он не будет этого делать почему ну потому что он такой он не напоминает блэка вот black и где он теперь еще фира который вернулся в болезни когда он вернулся вообще не мог вот вклеиться в состав этой команды он просто бегал форме он борол силикан тропа и он 30 минут бегал по лесам форме его команда выиграла игру вчетвером просто не выиграли и тут уже black подвигает там т3 помочь подгрызть башня сил тимы на центральной сейчас выглядит так уж эта игра выигрывается абсолютно без антимага есть есть он есть да это я понимаю что план б но почему стандартный запах запрыгиваешь зерца нажал выжиг маду мановой минус начали морозить тебя мановой повесили эфир еще про сашу яшу расскажи ну ты начинаешь опять бред нести я очистки маразм твой просто против фира криплинг фир хороший спелл для ганга антимага я слышал но во первых где-то вернулся не разгонки антимага ну а вот сейчас хоп и резко начинаются а у тебя гиперстон вот так дай поговорим ты знаешь что не начнется ганга я знаю в этом-то и дело я молчу знаю так что вот stalker просто подрубил ночь побегал ходил тут у нас генерал тоже немножко молниями закидывал тут у нас скингер умер и траммера узел и танков она пойдет на запрыгнула жука она запрыгнула жука уже к вендеты нет если стики здесь 5 выкили царь он как много дэмиджи впитывает шейкер дал фрессуру хорошую генерал получает рассказ генерал скорее то погибнет так и есть виспас и правда резала милан холи да есть их и слэм пытается спастись отсюда шейкер ну да пытается убежать еще отсюда скрин слушай но если скрин уйдет и ест то получится весьма неплохой размен если там еще какую-то земель и например отъехать земель имеется шанс отъехать да и вот укрепочек застрелят и тюра отличная от кого нет в этом файте скажи это только сессуэль сегодня про гарри поттера тот кого нельзя называть слух волоношний матумбом или матумба морд матумба морд вот матумба морд наверное да и валан дымен не недостаточно сил еще не перевоплотился в полную но он подарил команде противника сейчас две тысячи голды премьера он не кидай мановой да хоть что-нибудь просто запрыгни команда разрешится уже они могут радоваться вот я не мне сейчас хватало на полный манта стайл уже с гиперстоуна у него был бы без гиперстоуна вот это прикол упался со своим он поставил отстанет него горит у меня отчел отшивку с тобой ролями поменялись и я никогда не позиционировался лояльный комментатор начнем с этого поэтому ролями мы не менялись и так я у все я одну карту не чувствуется где твоя критика посмотри на эту антивага тут одна большая критика должна быть вот треугольник антимага я ставлю камеру вот этот тролль сатир кентавр тролль сатир кентавр а пустую спал обломалась же да кстати волк пока еще можно поймать где тут гирокоптер который разнесет те лицо в конце вчера эту серию видел только там вместо спектры был гирокоптер он прилетел и снёс тихоту потому что занимался той же ты где 50 минут атакуют я помню эту игру у нас самодельник на хейкера сыграл немножечко распили но я думаю выберется из той ситуации погиб ну и фото не так много урона выдает сейчас как я думаю хотелось бы встреет майн-контрол майн-контрол умирает или дан гонится сусом реально можно догнать он так гонит там у stalker появляется башни со самая но не линии атаку самое доброе для него время суток он взрывает кура они все взорвут воду башня силки на одинаковый идентичный идентичный ему смотри смотри фото меня тут еще и уже после респауна появляется джерок не ждет махать атакуют тут еще один телепорт уже под вас там прилетает щаджук с ассасин наш не считается убежать отшуда screen атакуют и ходицы а ему идти в драку потому что крипу лесу кончились тупо крипы и он типа пришел но на самом деле он просто искал еще место чтобы пофармить поэтому он пришел в чужой лес ребят там заспаунились вы не блочили во время драки нет все я иду спасибо или они дерутся он не блочит спаун спаун не блочит я приду ну вот мне на самое смешное самое смешное когда в пабе вот погоди погоди когда в пабе на свет такой а.м. он во-первых но это во-первых полный дегрот потому что он в дальнейшем он кроме крипов бить больше не умеет он попадает замес видит в него залетевшую первую плюху и все и убегает это мсс перевоплощение мсс это плей блэка блэк это ты мой взгляд и стал дром блэка или мсс а я говорю вот это там да не два товарища они друг друга стоили свое время что смотрите на антимаги атакуют собой тп он влетает драку дает на мой взгляд на него не улетает руши не так нельзя ты чё можно нажать монтас тайл монстр пока не нажимает хорошая кстати фиссура была в итоге задержала на практически всех в этом момент бежит по думаю тоже а чё они от меня все убегают пульт аппарата просто феноменальный хотя он не про юзал он вообще не курсе что могут убить крипы не могут его убить а тут герои и у них обилки герои не крипы их есть а вилки действительно пожалуйста элемент выиграть эту игру они выигрывают это самый дебильный закетон игры во вселенной выиграть ее осмолю пожалуйста я хочу чтобы матумба мэн страдал просто уволить его из профессиональной доты вот за подобные вещи реально ну вот как ну объясни ну мне говорят что да я хейтер но я не могу это не хейтить я смотрю как тип 22 минуты блинкается по лесным спауном ему подарили первые 12 минут жесткого фри-фарма он выформил свой battle fury теперь меня появился сплэш я могу фармить в два раза быстрее из какого-то хера я фармил 12 минут а щас могу делать это в два раза быстрее я должен идти драться просто 0 0 0 0 всего 6000 он только что опять подарил открываем графики ну собственно вот они вот они там 12000 которые были учетом перри фарма минус 66 остается вроде математика весьма понятная и что происходит башню сил тьмы на центральной линии атакуют что что про ничего не из меня вот я просто только сейчас дали по лицу ну блин если ребят нас убивают вам значит драться не время типа мало артефактов слишком я видел эту игру вчера я же говорил просто я с тобой смотрела может мне не рассказывать он и смотрел был абсолютно же самое только там был гирокоптерами спектры или дан сейчас наверное просто радуется радуется жизнь то что он думал что у нас на 25 снесут на хрен но с такой игрой реально могли снести на хрен линза появляется также еще у юси единственный кто не радуется это джеракс по 626 который потеет с него просто течет под каменный под каменный земельный под он пытается вытащить этого м а ну понимаешь что по ходу все тщетно от бомбэн уже он жесткий все-таки с муншардом классно наверное быть муншардом как быстро бьет крипов теперь слушать муншардом принципе норм артефакт что-то понял как я теперь горю все время как я закончились эмоции ты понял как я горю теперь я не могу все эмоции они иссякли тимак вы он этот димент высосал из меня все положительные эмоции за 20 минут если раз эра гарри поттера вот димента я думаю хорошо чем нет тумба морд балан дэмэн а появляется аганим еще у найт сталкера чудо окторинчик шлифануть и будет норм вообще готов арк нас практически готов причем а 50 уровня сталкер я думаю в чем тут проблема дайте вы получите 11 чтобы он дарк нас вкачал ну в два и потом пусть он его нажимает там сушу кажется дождь начинается муншард так я только что про него говорил что как он быстро крипов бьет неведленно бьете скажу а я слышал что если вот против такой команды как элемент прямо сейчас собрать вместо муншарта блэкинг бар ну 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 и нажать хотя бы разок манну ну ну давай продолжай продолжай все четкие попытки заставить профессионального игрока послушать тебя бездаре башню себе продолжение вот и все тогда молчи понял хорошо продолжает тогда сам я буду молчать продолжаем так вот сейчас в моей тоте не будет антимага или как минимум а тумбом это там не будет причем антимаги бывают разные мы сами только что вспоминали там бёрнингов сайлор которые могут там попрыгать поубивать кого-то а хочешь я расскажу один секрет знаешь да дабл дэмэдж боже мой можно бить крипов еще два раза быстрее нет смысле бить крипов два раза быстрее дабл дэмэдж соухи страдают я вижу боль в глазах сам ухов перед за что матумба мэн пощади нас блин а ну классно за ним смотри ты чё да я смотрю за ним а всю игрой делал по сути чем именно не спасать а закидывать его туда блин слушай мне нравится наблюдать за игрой я почти ничего не пропустил вот глядя последние три минуты от лица матумба мэда я реально ничего не пропустил из происходящего на карте блин как же он крут я тоже хочу так играть уметь ну чё ты ржёшь нормально чувак катает там пайп я читаю зрителей ребят пригорает серед зрителей и мне пишут что даун вы не понимаете что ему нужно фармить спектре тоже нужно фармить любому керри нужно фармить но почему спектрап участвовал во всех файтах а этот умел заявить все кроме одного вторым сдох 2 10 34 фрага всего лишь у человека 2 10 чё за претензии нормальный процент смерти 27 минут нормально не умирать цент участие в драках что ты опять начинаешь зануда 1 но долго пока так он живым оно сезон земелью забирают где с силы света укрепили свои сооружения это реально это реинкарнация мсс просто реинкарно что может убить не может у него нет этого у у него кстати монта ставил в филдауне ну не его трудно убить реально понятно что его трудно убить ну типа это не оправдывает факта того что он релокейте зачем бис зачем ты это делаешь убейте моим бис думает боже зачем я это сделал а он бежит линк влез а тут кто пришел крип очки они уже здесь я девак уже здесь давай задуда расскажи мне что-нибудь про я хочу интересно я все рассказал ему уже тараска между прочим предел ты знаешь что он сделает с этой тараской а ничего он здесь не сделает раньше я полил чтобы я и выйдет игры чё старых лауднейм там не было куда-то но у них там говори что с ним делать спектра говорит боже мой то у меня же тараска я же нельзя убить я же невозможно убить я же свой танчик вот знаешь подожди я сейчас хочу без всякого горения давай давай абсолютно вот как самый лояльный комментатор можно давай попробуй вот какого хера ты 20 минут не дрался с командой а на 30 пошел в соло на ботом на т3 ко всей команде почему я первая формулировка большим раз какого хера я можно было заказать я запишу да вот просто я записываю я больше нет первый вопрос что за хрень вот это типа нет байбэка типа плетел тараска он идет в одного т3 врага первые стараться не сюда пришел на нас я вот так вот у не рассчитал немного не рассчитал никто не спорит ошибки ошибки у этого игрока слишком сильно заживаются они как пассив курсы каждый раз новая хрень которую трудно объяснить каждый раз она мячнее предыдущий пристал к этому не могу я от него давно отстал я только что все слышал как и сколько там тысяч десятков людей на наши трансляции сейчас погоди голос поправлю я после предыдущего эпизода с антимагом сердцем тараса немного не отошел знаешь что самое ну давай эту игру еще может и выгнение это исключено на самом деле вот эта спектра она уже почти всех убивает здесь у него вроде бы урона не слишком много и нужен один артефакт просто один артефакт допустим бабочка почему бабочка потому что антимага тупо закончились слоты ему будет некуда совать monkey king bar а если он засунет мкб у него не будет обисова ладно он может принц сажать мушар тогда можно и то и то по сути докупить что тут я скорее всего поспешил но спектра по-прежнему очень сильная ей никто другой ничего не может сделать вот этот виск который ставил соло мид который сейчас 13 уровня он вообще не котируется танчик еще танчик еще танчик ульта аппарата подожди подожди виск прилетел на релокейте но он сделал от него блинкаут виск виск опять умер за него люди гибнут за металл знаешь такое тут правда не заметал за дрова в лице товар у элемент запомните их имена из визит переселить не засасен они из руши четвером могут выиграть эту игру здесь 312 приветствует голодные игры спектра купила ваша времени шоу тучь матума я тебя не чувствую зевс еще одну молнию быстрее ли в меня а еще раз так и говорит мне все тарасочка отрегенит башни савер нам тоже у меня линии атакуют что самое смешное он просто не может драться по одной простой причине он никого не может зафиксировать а фиксаторов в команде не слишком-то уж и много и в основном я просто беготня как вот если кто не может убежать это вышки нашу все нормы и центральные линии разрушены героями могут возникнуть проблемы ну ну да лучше больше больше у нас горела только сантимага сетевая о который не мог собрать полноценный факт он собирал кусками да у него там был гиппинон выиграл блэйд оф аллах и еще че-то кекс о а теперь начинается самое интересное есть у зевса и помнишь я говорил про два слота которые нужны антимагу будет потом когда-то против спектры допустим там мкб башер или хотя бы просто купить башер допустим он нужен блокинг-бар и без этого блокинг-бара это помойка самая дорогая урна в этой игре которую просто можно накидать столько у которых является самым всем мусором у 24000 нитворц которые не буду делать ничего он и так мало кого способен убить и об этом уже говорил а под хексом вероятность это естественно еще ниже что он их бьет как же он их бьет там есть вопрос это точно профессиональные игры комментаторы вы хочется знать точно профессиональные игроки как минимум один вот вопрос есть да вот он у меня действительно этот вопрос есть я могу поднять можешь понимать я поднимаю вопрос башню сил света на ней мне нужно о мне о квалификации надо на переквалификацию отправить игрока а вот это как квиз был артефакт из чего собираются там примерно их стоимость еще чего-нибудь там артефакты контр-артефакты герои контр-герои все в этом духе башню сил света на нижней линии атакуют просто базу из-под отвез он купил пока бы слушай он он слушает стрим ну слушай стрим-снайпер он услышал башни башни русские засранцы на тем это все на подсказывали уже там ничего не достается башни сил света на нижней линии атакуют и вот так вот и сути и блин и так сожрай нас тут же не убил и он или дана почти убил вот она сила пока башечки-то животворящий у или дана между прочим тоже нет поэтому я не знаю что там или до сих пор делает надо просто ради там просто подошел сейчас с их ослабом залетит убьет всех нет не убьете потому что он забыл что визаж является героем он сбивает блин байгер ну вот нормально браке падают браке падают трассе конечно отхилиться пытаются приморозить запрыгивать никс подкопал это моментально минус фингер посмотри что делает один взрыв в замес один врыв замес а что было если бы он разделал минут даже пятнадцать пикер стоит назад когда у него команда стереть на три салона потом кушу реально элемент не ожидали по подставы они тупо не ожидали что 8 мак появится так рано поэтому ни у кого зуба нет байбеков никто не готов драться везде там были кулдауны зеус без байбеков хотя ладно хекс это норм казарма сил у него можно отдать но потерять три стороны это не слишком круто мышки рот просто ждет он не может быть врата не сделано никак аппарата уйт спектр и воду на него что вот еще м м а потом бомбина хорошо зирсу лету тоже шварку вот он и x хорошо шейки порта царите них отлично копает и еще и вид увозят антимага отсюда здесь он здесь оказался но висп недалеко его увез и в итоге спритчерство тоже возможно умрет и табидан зарезал аймо аймо есть байбек будем него делать и возвращаться в драку нет он этого не делает висп возвращается на свое на место изначальной дислокации джераксу не дают улететь все вроде бы на минус 4 минус 4 но две стороны две стороны это реально очень много даже против такого антимага это реально слишком много конечно у элемент еще есть неплохие относительно шансы на победу если они сейчас проведут хотя бы один качественный замес разведут на байбек и соответственно завершат эту игру следующем завес потому что у них есть просто возможность это сделать но до перефарм 12000 там у кого эти 12000 это 9 косарев антимага остальное тут примерно распределено в равном количестве чем надо обзавестись в пик 3 обисел обисел и все ну ты просто в бкб его втыкаешь этот обисел и все если бы байбек просто там стоит вы его можете хотя бы поизбивать самую малость времени но вот бкб немного испортило настроение сейчас команде элемент то чтобы бкб не зевск не шейкер не опаришен толком ударить не могут а антимаг прыгая на того же зевса оставляет его безоружным а как оказалось ты можешь прыгать не только на крипов но и на героев что оставь эту шутку позади не смешной юмор роман да совсем вообще он нарисов появится зарезали и зарезали рошана кстати это тоже хороший момент для элементов и дай придумать и если у нее сейчас появится еще обисел на обисел реально можно потратить опять же бабки с потенциального байбека я уже вижу эти мемы какие именно джерек джерекс я манты не чувствую у тебя нет где-то простики было на руку простики да кстати фантомные стики мужики роще сможет пострадать почему почему и лад пишет бедный каспер почему бедный каспер в этой игре приходится тебя терпеть на река вот это больше я а те насчет чё там я забыл кстати я забыл это очень познавательно мьют поставь ему точнее пометка что потом если что да спал я думаю такое не забывается не забывать ну вдруг это примерно как берли будет то что рассказать детям о аганим вот это кстати очень сильно вот это я помню помню но можно сделать наоборот и тогда земель а скорее всего выиграет этот матч вы так выиграл тип на 15 минуте убивал всю карту я спектру ностальгия до за столом типа с бутылкой но я же по 15 минуте вот он собственно обисал у спектры я вообще если зевс классно прыгнет с блинком у него ведь уже есть блин и успеет антимага захексить о антимаг может серьезно пострадать но для этого земель и не должно оказаться рядом вообще средств по спасению антимага очень много это и земель а уже появление мага него и висп а что может быть тяжело убивать этого пацана преимущество небольшой всего 7000 они все антимага я уже про это тоже говорил то что все деньги все преимущество по твоему тучу спектры 2 может быть и не стоит изменить вообще никуда ликвид а стоит выдвинуться и попробовать тут и делал вот у нас на критвы на скрин взрослым дуты троги тоже непонятно правда зачем вообще много чего-то просто непонятно зачем взлетать или за ночь или подраться фату гранди слушай а тут пасли и все а где этот пацан об этом сделал единственное нормальное решение от ума мэна за последних 42 минуты уже не так что да тут тут все норм он просто прилетел ломать базу и они отсюда или дано понятное дело будут отхиливать майн-контрол над gg это как это мега крипы то здесь шейкер хоть как-то помешать я что-то уходишь спектры же нет спектры нет никого нет и но мега крипов пока еще нет и вроде как тут даже убили трех героев ребята из команды elements да там пришел потратить байбэк night stalker а но трех пацанов нет то у них естественно нет байбэков возможно стоит отправиться в одну из последних драк возможно в последнюю свою драку вот закупиться по максимуму какими-то нормальными или ненормальными артефактами вот он шейкер покупает себе трава он понимает всю безысходной ситуации что даже против такого антимага можно проиграть вейл погонима паришен ок это все у зевса тоже в принципе ок кстати увидели земелью здесь его и так по сути видели на шляпе там и лак и скрин да а день на дворе не добрая для насталки на время суток вот видишь как увлекательно бегает антимаг за креном если мне камень то еще погонялись малость все сталкер после байбэка его нет и не будет ошибка от скрина очевидная не стоило вообще никуда вылазить зачем куда-то пошел ты понимаешь что ты только что выкупился куда-то там отправлялся зачем ты там отправлялся но он в арте это понимаю вот этот поставил не особо а вода но она того не стоило определенно она того не стоило это 50 секунд еще это полагает вообще никуда не спешат потому что моя любимая команда с недавних пор настолько хладнокровный расчет настолько размеренные действия так много пока вы прыгает делает мега крипов здесь описал что там пока мкб прыгивает шейкер доехал есть мега крипов доехал так и уедет отсюда у него их ослабра да есть может попробовать даже его нажать если нажмется и у меня то его нажать он не успевает нет у него байбэка илья у зевс тут нужен за зевсом гоняется две иллюзии и они не полностью выжгли ману поэтому товарищ вообще не удел через три секунды появится моно войд и кингер тоже умирает избирает обеспа тут илитан пытается сражаться слишком больно блюдо миллиарды видишь рассказ вообще не выходит контроля взрывают илитана тут же байбэк все равно нет ультимейта дирс пытается отчаянно что-то сделать грим только реснулся тут же в него вгрызаются земель а катился или дан подкоп или это просто съедают всей командой это поэтому да есть текст по мотумбомэну вроде бы мотумбомэн не бьет или пытается убежать хоть как-то избежать лишнего деможа фата погибает скрин без маны птица одна вторая или дан уходит но птица садится и 15 кп беги или данушка птицы нашли его нет нет отстаньте башню сил тьмы на центральном они все давно было еще но в мега крипы база загорел у меня на гитаре немного остановку да шейкер прикольно влетел на птицы черную победа тимлипит выжили убили его купили всех этот антимаг выиграл я перестаю понимать эту игру мне уже я ярослав кузнецов сегодня приносил лед и он слишком быстро рассадит ко мне подбросил и он пока летел в этой формочке уже расставил тут атмосфера уже слишком на колено